Всем привет! Итак, Honor наконец-то окончательно представили Honor 10X Lite. Говорю окончательно, потому что в этот раз они умудрились расстегнуть все это дело больше чем на две недели, даже на официальном сайте график повесили. Это на самом деле неспроста, линейка X Honor всегда была самой популярной, самой продаваемой, вспомните хотя бы легендарный Honor 8X, и поэтому внимания ей очевидно уделяют всегда больше остальных. У меня новинка лежит уже пару дней, изучить ее подробно я пока что не успел, однако рассказать о своих первых впечатлениях, мыслях и вообще чем интересен может быть этот смартфон могу уже прямо сейчас. Окончательный вердикт подведем уже в обзоре, который я сделаю чуть позже, ну а пока садитесь поудобнее и погнали знакомиться. Вы, наверное, как и я обратили внимание на то, что это именно 10X Lite, и конечно встает вопрос, а где обычный 10X? Тут на самом деле интересная ситуация, потому что его попросту нет. В Китае несколько месяцев назад был представлен Honor X 10, но вот именно 10X, насколько мне известно, попросту пока что не существует в природе. Ну а 10X Lite это совершенно новая модель, причем Россия это первая страна, где он появился. Итак, подставляться новинка будет вот в такой коробке, в общем совершенно обычной. Из того, на что стоит обратить внимание, вот этот значок, который ненавязчиво сообщает о том, что устанавливать приложение нам предлагается через AppGallery. Иными словами, это одна из тех моделей, где нет сервисов Google. Комплект поставки максимально скромный, хотя, не знаю, после выхода 12-х iPhone, наверное, следует говорить, что он роскошный, потому что тут есть зарядник. Причем не абы какое на 22,5 Вт, то есть с поддержкой быстрой зарядки. Обещают, что за 10 минут он способен зарядить смартфон на 18%. Кроме него есть еще кабель и иголка для лотка SIM. На этом все, хотя есть вероятность, что в коммерческих образцах добавят еще чехол, например, или что-нибудь другое. Что касается характеристик, то в случае 10X Lite упор сделали не на какую-то супервысокую производительность, а на долгое время автономной работы и ту самую быструю зарядку. Для этого у него есть аккумулятор на 5000 мАч. Сейчас и с учетом не самого мощного железа и качественной оптимизации оболочки Emotion UI можно рассчитывать действительно на хороший результат в плане автономки. Насколько хороший конкретно, об этом я расскажу уже в обзоре. Начинка, как уже сказал чуть раньше, для конца 2020 года довольно скромная. Kirin 710A, 4 гига оперативки и накопитель на 128 гигов с возможностью добавить еще за счет карты памяти. Напомню, такой же процессор был еще в Honor 8X в конце 2018 года, поэтому ждать каких-то подвигов от него не стоит. С другой стороны, для большинства повседневных задач его все еще вполне достаточно, но как он чувствует себя в современных играх, я обязательно проверю. Кстати, можете накидать в комментах варианты, в каких игрушках стоит его протестировать. Ладно, пока давайте рассмотрим новинку снаружи. И первое, на что лично я обратил внимание, это реально крупный смартфон с экраном почти на 6,7 дюйма. Вообще, я бы не сказал, что у меня маленькие руки, но вот по моим ощущениям он даже, наверное, слегка великоват. Но опять же, это все очень субъективно, так что просто имейте в виду. Изготовлен корпус целиком из пластика, мне достался черный глянцевый вариант. Наверное, самый скучный и непрактичный из всех. Кроме него есть еще зеленый и градиентный с переходом от серебристого к малиновому, по крайней мере, если судить по картинкам на сайте. Что касается черной версии, то могу сказать, отпечатки она собирает только в путь. В остальном все более-менее стандартно. Внизу разъем USB Type-C и рядом с ним аудиоразъем 3,5 мм, так что владельцы проводных наушников можете не переживать. Сканер отпечатков встроен в боковую грань и работает по первым впечатлениям, можно сказать, идеально. Экран на 6,67 дюйма получил разрешение 1080 на 2400 точек и IPS-матрицу. Опять же, по первым впечатлениям, все неплохо. Но я пока не успел походить с ним много по улице, так что вопрос с яркостью пока остается открытым. Следующий важный для многих момент это камера. Основной модуль на 48 мегапикселей, ширик на 8 мегапикселей и еще пара сенсоров по 2 мегапикселя. Да, к сожалению, Honor не удержались от погони за количеством и добавили вот эти пару бесполезных, на самом деле, как мы уже все давно знаем, двухмегапиксельных камер. Фронталка одна, находится в круглом вырезе в экране, кстати, вот он такой, знаете, довольно крупный, я бы сказал, разрешение 8 мегапикселей. Про качество снимков, опять же, судить еще рано, но по возможностям камеры все полноценно. Приложение такое же, как у флагманов, со всеми актуальными режимами, включая ручной. Из того, что еще мне показалось важным, есть NFC-модуль, то есть платить за покупки смартфоном получится. Только делать это нужно будет через приложение кошелек, потому что, как помните, сервисов Google тут нет. Самое интересное, это, конечно, цена. Когда я записываю это видео, я еще не знаю, сколько он стоит. Honor объявит ценники только 5 ноября, а у меня вот сейчас только еще 4. Но в описании я ссылку, конечно же, оставлю, и вы ценники уже сможете проверить без проблем. В целом, как мне кажется, может из него получиться интересный вариант для покупки, особенно для тех, кто ценит в первую очередь именно большой экран и хорошую автономку. Да и камера, в принципе, тоже обнадеживает, но ее, конечно, надо будет еще потестировать. Но, повторюсь, тут очень многое будет решать именно ценник, потому что конкуренция в этом сегменте огромная. В этом плане мне прямо сейчас сложно говорить, потому что, как я уже сказал, я не знаю пока что, сколько он стоит, а вы когда смотрите, в принципе, уже знаете. Так что мы можем перейти в комменты и обсудить там. Ну и, в общем, это, наверное, пока что все, что я могу сказать про этот смартфон. Пишите в комментариях вопросы, если какие-то будут, чтобы я к обзору учел их, знал, что вас интересует в первую очередь. Ну и вообще пишите в комментах, всегда рад со всеми пообщаться. Спасибо, что досмотрели и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok